Цели таких, как общепринятые, материальные, их лучше не ставить? Нет, их надо. Вы будете их ставить, потому что без этого вы тоже не проживёте. Вам придётся их ставить, потому что диктует эта жизнь. Есть желания у людей, они бесконечные. Сегодня, допустим, это вы получили, через 5 секунд уже следующего захотелось. Это всё никогда не закончится. Посмотрите, люди имеют миллиарды, допустим, в долларах, да? И что, вы думаете, у них заканчиваются цели, они постоянно что-то ещё хотят? Это всё бесконечно. Невозможно остановиться. Я просто имею опыт общения с людьми сам в высокого ранга. И там тоже всё бесконечно. Ничего не останавливается, никого. Все в беспокойстве находятся. Этим того не хватает, тем того. Все страдают. Почему? Потому что это само по себе вот этот вот дух мысли, что я сейчас вот столько вот буду иметь, и мне станет очень хорошо жить. Полный бред. Это всё надо, чтобы были, чтобы были средства какие-то. Потом люди есть разного ранга, понимаете? Есть люди, которым надо иметь, ну, большой завод там какой-то. Ну, просто им надо это. Это их природа. И не этого достигают. Ну, нормально, хорошо, пускай. Но это не высшая цель жизни. Это не главное в жизни, понимаете? Всё вот это потом человек забывает. Всё, что у неё было. И это не даёт ему никакого хорошего результата. Он потом рождается опять ребёнком. И опять заново. Этого всего материального надо опять добиваться, застигать. А если ты стремился к духовному, то это с тобой остаётся в сердце. Чистота, любовь к природе, любовь к Богу, любовь к людям. Постижение высшей истины, кто я такой. Всё это остаётся с вами. Это неразрушимую природу иметь. Знание высшее теряется никуда. И человек счастлив остаётся, если он получил это высшее счастье. Потому что это более высокие цели жизни. И поэтому они неразрушимы. Всё остальное тоже надо. Не то, что надо всё побросать. Всё надо. Но это не даёт такого счастья, как вы ожидали. Это не вызовет такого счастья. Семейная жизнь тоже. Люди там умирают. Хочу муж замуж, хочу жену, хочу детей. Но это не даёт такого счастья, как вы ожидаете. Такого счастья это не даст. Вот ожидание гораздо ниже от того, что происходит. Да, в том-то и дело сейчас такая ситуация, что вроде и в семье хорошо, и на работе хорошо, и всё. А удовлетворения как-то такого нет. Вроде всё должно быть так, но что дальше? Куда дальше направить свой взор? Либо это какие-то материальные цели, но это уже понятно, что это не будет счастья. Семья, но это тоже, ну как бы это хорошо, но я там чувствую, что я там не... Вот смотрите, вы, вы, вы просто, я вам сейчас расскажу кое-что, смотрите. Часто люди не знают, что такое развитие. Вот, вот большинство людей думают, что развитие – это очень крутое образование, очень крутое место для деятельности, для жизни, для работы. И это означает развитие, а надо ещё круче. Образование и работа. Это на самом деле не развитие. А вот смотрите, если говорить о развитии, то даже материальное развитие увеличивается у того, кто становится лучше, как человек. Вот, допустим, если у вас, допустим, есть какая-то ответственность перед людьми, вы знаете, как важно иметь хорошего работника, чтобы он работал, чтобы он вас не дурил там, чтобы он был честным, упорядоченным. А это всё качество личности, понимаете? Качество личности не идут просто, не возникают сами по себе, их надо развивать. И если вы развиваете качество личности, вы становитесь сильнее даже в материальной точке зрения, потому что вы становитесь более привлекательным для всех, как человек. Понимаете? Но люди не развивают качество личности. И образование важно. Но есть три типа образования. Есть духовное образование. Когда человек имеет духовное образование, он становится счастливым даже в нищете. Он нищий и счастливее вас. Представляете, он радуется жизни, он видит, любит природу, любит людей, Бога. У него просто шикарная жизнь с точки зрения счастья. Есть нравственное образование. Оно поднимает человека в социуме просто капитально. Ну, то есть, если человек нравственно сильный, то у него может быть очень высокое положение в обществе. И есть материальное образование. Это институт, там, квалификация в труде. И это тоже дает человеку определенную силу, но эта сила очень неустойчивая. Допустим, у вас наступил плохой период астрологический, вас приплюснуло. И как вы будете из этого выкарабкиваться? Вам ничего не поможет. Ваше образование не поможет. Не поможет также и ваша работа, потому что ее начнет гнуть. Понимаете, все, не будет ничего получаться, и без молитвы тут не справишься. А люди даже не знают, что это такое часто. Они не знают, как можно судьбу побеждать какими-то другими методами, кроме как связи, деньги и так далее. И они в результате влетают в трубу. То есть, человек нравственное развитие не имеет. Даже здоровье, если человек в здоровье не вкладывает, допустим, плохой период по здоровью пошел, человек работать просто не может. У него нет сил, возможностей, и опять все рушится. Понимаете, поэтому вот это вложение только в работу и в образование, это очень примитивный способ жить. Понимаете, этот способ не дает результата. Потому что у нас есть много факторов, которые могут нас подкосить. Это плохая судьба в семье, плохая судьба в деятельности, плохая судьба со здоровьем. Плохая судьба означает плохая судьба. Что ты с ней будешь делать, кроме как бороться с самой судьбой? Люди пытаются, думают, что у меня все будет хорошо. Это все иллюзия. Вот у вас, допустим, через полтора года начинается тяжелый период связан с личной жизнью. Вы этого не знаете еще, потому что у вас нет духовного развития на это, чтобы узнать. А три года назад закончился плохой период, связанный с деятельностью. Так как он закончился, вот чувствую, что мне классно, как бы все классно. Но жизнь не бывает всегда классной, понимаете? Сейчас вот классно, потом будет не классно. И надо с этим что-то делать, а это духовная сила должна быть, понимаете? Можно духовной силой, что хочешь преодолеть, любую судьбу, но надо знать как. Даже просто аскезы, которые человек совершает, даже хотя бы просто бег, это тоже аскезы. Она побеждает судьбу. Или пост, допустим. Это такие примитивные методы, но есть еще молитва, более мощные методы. Бог не удовлетворен в вашем сердце, потому что он хочет, чтобы вы развивались глубже, всесторонне. То есть вы достигли определенного материального уровня, это хорошо, это нормально. Это не неплохо, а нормально. Теперь надо дальше развиваться уже в других вещах. Остановитесь на этом уровне и развивайтесь дальше. Мы хорошие, вот давайте так, послушайте меня. Я решаю, кто будет. Вы знаете, у кого какая судьба? Вы знаете, у кого кому сейчас тяжелее всего? Нет? А я знаю. Поэтому я буду решать, давайте так решим. Я буду. Люди руки поднимают. Я смотрю, вот же девушка. Добрый день, Олег Геннадьевич. У меня такая ситуация. Работая в коллективе своего отдела, я спокнулась для себя с новым видом взаимодействия между своими коллегами. Конечно, я в них вижу и положительные стороны, мы с ними хорошо общаемся. Но есть такие, например, как ежедневные разговоры на негативные ситуации. То есть это и обсуждение новостей, в том числе и про убийство, и насилие. Это как бы смакуется. И мне неприятно это слышать постоянно. То есть каким образом реагировать на такие ситуации? А вы начальница? Нет. Просто сотрудница? Я ведущий специалист. Ну то есть вы не можете организовать атмосферу на работе. Если бы вы была начальница, надо было просто включать тихо духовную музыку на работе, и у людей бы был позитивный настрой всегда. То есть им трудно было бы говорить на негативе, на фоне вот этой вот энергии, душевной энергии, чистой энергии. То есть это такое активное воздействие на среду. Если вы не можете активно воздействовать, вы сами находитесь внутри этой среды, тогда хотя бы в одно ушко включайте себе духовную музыку в плеер. У вас, видите, волосы закрывают уши. Если у вас там в уши в одном будет торчать, и просто тихо играет духовная музыка. И всё. И всё, как бы вы когда слышите, кто-то начинает. Сразу. Сейчас появилась такая передача. Ну, я не знаю на каком канале она, но если вы в интернет найдёте, время вперёд называется. Найдите время вперёд. Передача. Раньше была такая передача. Сейчас тоже появилась. И там только хорошие новости. Про страну, про развитие, про людей, сколько добрых дел они делают. Вот это надо смотреть. Раз в неделю выходит такая передача. Там просто счастье, одно удовольствие смотреть этот новостной выпуск. Это новости тоже. Ну, это одно удовольствие. Только хорошие новости вообще. Только хорошие новости. Олег Геннадьевич, можно дополнить? Вот. А что касается людей, ну, как бы люди будут, конечно, будут так себя вести. Но нужно противодействовать духовной силой. В одном ухе сейчас даже есть такие системы, что просто в ухе стоять даже проводка не надо. И где-то лежит там у вас проигрыватель, и вы слушаете, можете слушать музыку духовную. Допустим, если вам надо соображать, то тогда лекцию не надо ставить на работе, если надо думать о работе. Если механическая работа, то можно даже лекцию ставить. Вот. И все, если, допустим, там кто-то болтает, вы на музыку сосредотачиваетесь, и все. Просто дело в том, что там люди намного старше меня. То есть уже такого... Они с вами пытаются, с вами пытаются разговаривать об этом. Да. С вами что-то типа... Ну, не важно, надо просто дурочку включать. Говорит, я не понимаю, вот ничего в этом, простите, я вот... Давайте поговорим лучше о здоровье, и мне это интересно. Это разрушительные темы для психики, для судьбы. Когда человек, понимаете... Понимаете, если бы я так лекцию читал, сейчас бы вам капец звук был просто. Надо потише чуть-чуть там звук вам сделать, а то у меня слишком громко получается. Рубки там чуть-чуть потише. Я сам буду прибавлять. Да, мои хорошие, вы меня прямо задалили сегодня. О! Мандолины. С кем я разговаривал-то? Вставайте. Видите, как весело становится. Вот девушка такой, как бы... Я. Нет за вами. Да. Тяжелый период идет какой-то. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Большое спасибо за приезд в наш город. Это, мне кажется, большая удача для всех нас. Может, для меня удача, откуда вы знаете? Ну, по крайней мере, для меня... Может, вы меня все благословите больше, чем я вас один, кто его знает. У меня вопрос про личных отношения и про нашу семью. То есть мы с мужем 4 года в официальном браке, вместе уже 8 лет. У нас двое детей, у нас двое детей, маленьких очень, то есть мы оба приезжие из других городов, и здесь, в Иркутске у нас не очень получается укрепиться. То есть то у нас, значит, садик не получается на детей получить, то... Ну, то есть, вот, как бы, у нас съемная квартира, и мужа не нравится в городе в последнее время очень сильно. То есть его, ну, начинает раздражать вообще вся атмосфера города, абсолютно все. А где вы жили до этого? Я с области, да, здесь зима. А он откуда? А он с Якутска. Ну, то есть, якутска. Чем он занимается? Он много себя ищет, то есть я ему, как бы, объясняю, по вашим декциям, что... Ну, в этом проблема, он просто суетится, надо успокоиться. Ну, он не хочет успокаиваться. Ну, молитесь тогда за него. Я молюсь за него. Все. И уже в последнее время, как бы, я молюсь, мне кажется, еще хуже становится, потому что он... Хуже становится, потому что у него период тяжелее становится. Да, и... И у вас тоже тяжелый период сейчас. Хуже из-за этого становится. Сейчас он просит меня согласиться, и уже, я уже даже согласилась переехать на Байкал, то есть, в поселок городского типа Усть-Баргузин. А там что он будет делать? Там у него целая философия про то, что, то есть, воспитывать детей не в городе, в городской свете. Причем детей, где зарабатывать он будет? Зарабатывать он будет в столярной мастерской, там есть. Как бы, ему он уже оформил аренду на себя там. Ну, переезжайте, ничего плохого не вижу. То есть, ну, у меня в городе, мне очень нравится жить. Ну, понятно. Женщине в деревне, понятно, не будет нравиться. То есть, у меня и работа, я очень люблю, как бы, свою профессию. А что, какая у вас профессия? Творческая архитектура и дизайн он занимает. Ну, капризничайте тогда, капризничайте, чтобы он не переехал. То есть, ну, вот, не знаю, мы же и ругаемся, и что только я не делаю. У вас сейчас идет плохой период связан с личной жизнью. Этот переезд усугубит этот плохой период, у вас будет опасность разрушения семьи. Еще хуже, да, мужик. Спасибо вам за цветы. Спасибо. Спасибо, будьте счастливы. Уехали. Обмен. Да, я думаю, ну, похоже, что он уже решение принял. Уже принял сегодня, вот прям. Ну, вам не надо ничего, вы ничего не сделаете. Ну, вам там будет тяжелее. Молитесь тогда сильнее. То есть, все-таки туда ехать? Ну, что, как вы, что вы не поедете, что ли? Года на три. Года на три? У вас тяжелый период сейчас начинается, тяжелый период связан с личной жизнью. Он продлится два с половиной года еще. И этот тяжелый период означает ссылка в деревню. На три года? На три года, да, ссылка. А там что-то, какие-то деньги он сможет хоть зарабатывать? Там вообще непонятная ситуация. Да, он сможет, он сможет получше зарабатывать, чем здесь. Лучше, да. А вы вообще не сможете. Поэтому в целом получится то же самое. Ну, я могу удаленно работать, но это не даст мне общение с людьми. Там, ну, то есть... А сколько до города ехать оттуда? 16 часов. О-о-о. Ну, до города, все, до Иркутска. А до Лондэ там... Ну, общайтесь по интернету, общайтесь с кем-то там. Есть много вариантов общения по интернету. У нас есть онлайн-семинары, мои лекции можно слушать раз в месяц онлайн. Организуйте там группу прослушивания лекций. Через это появятся единомышленники такие. Что-то делайте, шевелитесь. Деревня. Почему? Интернет-то там есть в деревне, нет? Я надеюсь. Если нет интернета, тогда все для вас. Кранты. Ну, видите, тяжелая ситуация в жизни. Ну, вот вы и девушка тоже рядом, тоже что-то. Спасибо. У меня такой вопрос. Если муж... Объелся грушей? Нет, грушей не объелся. Хороший муж. Если муж категорически, ну, не категорически, ну, не приемлет вот особо все эти взгляды на депрянство, веганство, ну, и так далее. Ну, ему же надо силы, чтобы работать. Да. А силы, он думает, от мяса идут. Ну, я к чему, что я, например, на вегетарианстве, переходящем веганстве, иногда там голодун, иногда сыроед, и... Это уже перебор. Ну... Чего, ну, тихий. Переборы, говорю, точно. Вопрос в случае заключается, что от мужа отстать, в этом смысле, вообще никак не... Отстать. Отстать. Иначе вообще испортите отношения. Потому что он чувствует, что что-то не так. Я тоже чувствую. Ваше сыроедение напрягает вам психику, но телу лучше становится, а психике хуже. Мне надо кому-то помочь включить компьютер в сеть. Мой компьютер надо в сеть включить. У меня есть шнур. Здесь где-то должна быть сеть. Надо включить. Иногда люди фанатеют с этим вегетарианством, то есть веганство, вот это сыроедение, это очень опасный тип питания. Он какое-то время хорошо помогает человеку, потом постепенно... Спасибо большое. Потом постепенно появляются такие симптомы, нарушение сна, снижение пищеварения в целом, сильная раздражительность, неприязнь к людям, напряжение в отношениях с людьми и в целом психическое напряжение. Это результат сыроедения длительно, больше 6-7 месяцев начинаются такие симптомы. Потом начинается вообще истощение у человека в организме. Это опасная практика. Некоторым она подходит, но вам нет. Вас напрягает эта практика сыроедения, не ваш способ жить. Веганство, в принципе, если там вареная пища есть, ну, приемлемо в каких-то случаях. Но что вам молоко-то плохо сделал? Это любовь к корове, то есть молочная пища вообще считается основой благости, жизнеблагости. Молочная пища является, молоко и мед – это главные благостные продукты на земле. Если молоко убирать из питания, то энергии благости уже не так много в организме. Накрутили вам мозги просто. Будьте осторожны с любым знанием, понимаете? Когда вы видите, что знание такое «только так, никак, все остальное, вареная пища – это как бы ядовитая пища». Вот когда вы такое слышите, это знание в страсти, потому что люди тысячелетиями ели вареную пищу. С какой стати она ядовитая, если люди тысячелетиями это ели? Когда человек варит пищу, готовит на огне пищу, он туда вкладывает любовь. В результате эта пища любовью наполняется. Огонь сам по себе, он тоже – это энергия любви. И люди часто питают сырой пищей, и не хватает любви к людям, они становятся сухими, черствыми. У них психика не работает на отношениях. То есть во всем должна быть золотая середина какая-то. Но когда вы слышите такую философию «все это плохо, только сыра пища, все остальное плохо» – это философия в страсти. То есть когда люди вот так проповедуют фанатично, это значит, что это не благость, это страсть. И она приводит тоже, я вот был когда на фестивале вегетарианском, там разные были вегетарианцы, и вот эти все сыроеды, они вели себя ужасно просто. Они ходили всем, ты чего, ты ешь, вареную пищу, это яд. И понимаете, глаза квадратные совершенно, всем разговоры только про пищу. Я говорю, вы чего только о еде-то говорите, давайте о Боге поговорим. Они говорят, еда – это самое главное в жизни, мы из еды состоим. Я говорю, вы душа, вы состоите из духовной энергии, вы не тело, я говорю. Он говорит, понимаешь, сыра пища дает много энергии. Я говорю, энергии как бы, энергии много, означает сила есть, ума не надо. Вот есть даже санскритское слово «бала» означает «сила», «ван» означает «человек». «Болван» значит «сильный человек». Прямой перевод санскрита – «сильный человек», «болван». Иногда сила портит мозги человеку, он становится тупым от того, что много энергии у него. Поэтому будьте осторожны, когда вы сталкиваетесь с философиями, которые в страсти находятся. Это нельзя, то не ся, такой жесткий такой стиль мышления. Это означает, что люди дезориентированы. У меня порядка 20 друзей занимались сыроедением. Ни один из них не остался на этой диете. Все перешли на вареную пищу, но в какой-то степени. Потому что это факт, что в городе не хватает праны, психической энергии. Потому что не хватает деревьев, не хватает природы. Поэтому сырой пищи должно быть где-то половина рациона, а может быть 60%. Но чуть-чуть вареной должно быть пищей. Вот это правильное мышление. А полностью одна сырая, особенно в Сибири, когда холодные зимы, это может привести к катастрофическим последствиям со здоровьем. Поэтому ваш муж и волнуется. Я его понимаю. Он чувствует, что с вами что-то не то происходит. И с вами что-то не то происходит. Это факт. У вас увеличивается напряжение в теле. Я прямо это сейчас вижу. Например, полгода назад вы было меньше, чем сейчас. Вы неправильно питаетесь. У вас перебор. И вы это поймете, может быть, через полгода. Не раньше. Сейчас у вас лёгкость в теле, хорошо всё. Потом вы увидите плачевные результаты. Само сыроедение хорошо, как очищение организма. Можно полгодика не есть вареную пищу, очистить организм, а потом опять кушать начать. Последний случай с сыроедением был такой. У меня прямо конкретно товарищ, который со мной работает, живёт. Он два с половиной года ел только одну сырую пищу. Потом, когда он стал как Бухенвальд, весь тощий, у него пропала возможность. То есть у него выключилось пищеварение полностью. Потому что сырая пища, она гасит огонь пищеварения постепенно. У него полностью выключилось пищеварение, и он полностью исхудал уже. У него началась дистрофия в организме. И мы его вытаскивали из этого состояния где-то месяца три. Ну, потихоньку вареную пищу начали давать. Она у неё переварится, у неё понос идёт постоянно. То есть мы постепенно включили ему пищеварение. Это последний самый случай сыроедения у нас в нашей команде. Ну, мы решили, что надо заминать с этим уже достаточно. Ну, есть люди, которые очень горячие по природе. Когда человек очень горячий просто, и он не может жить вареную пищу. Есть у него всё там, или аллергия, или сахарный диабет, бронхиальная астма. Я вам расскажу, ну, как бы, варианты, когда одна сырая пища хорошо. Это сахарный диабет, бронхиальная астма, тяжёлые кожные заболевания, жар сильный в теле, сильно высокое давление. И когда человек жарко, и у него давление повышается, тогда вот можно только одной сырой пищей питаться всю жизнь. И будет отлично. Но это один человек из ста. Всем остальным так не надо питаться. Ну, вот вы, женщины, платочки. Добрый вечер, Олег Геннадьевич, рада вас видеть. А кто со мной говорит? Я. Вы тоже в платочке, да? Да. Понятно. Ну, хорошо, вы спрашиваете. Извините. У меня вопрос. Развитие по мужскому типу понятно. Семье. Развитие по женскому типу меня интересует. На данный момент у меня ситуация муж, семья, двое ребятишек, дом, всё хорошо. У меня сейчас есть возможность выйти на работу. Какая работа? Работает на железной дороге с мужем. С кем? Я даже не могу лучше, ну, рассказать, как называется эта должность. Помощник, помощника там и так далее. Вопрос не будет. Ну что, менеджментом будете заниматься? Я не имела никогда, я имею образование железнодорожное, я закончила лову железнодорожную, я никогда не работала на железной дороге. А на данный момент есть возможность устроиться. Младшие дочки 4 года, социум, родственники глубоко не понимают, почему до сих пор я не работаю. Я занимаюсь... Вам хочется на работу? Нет. Меня всё устраивает и так, я занимаюсь дома. То есть вы запрос задаете, чтобы Олег Геннадьевич подтвердил, что работать не надо, и я могу это сказать от мужа таким образом? Нет. Олег Геннадьевич в результате будет врагом? Нет, 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 может, тоже не настаивает. В чём ваш вопрос тогда? Удивляются родственники, некоторые друзья и так далее. И думаю, ну, работа не особо будет меня напрягать 4 часа в день. Поэтому, думаю, может, выйти, ну, чтобы я ещё всё успевала дома. Или продолжать заниматься той деятельностью, ну, которой я и до этого занималась, там, детской площадкой. Вот женщины, вот мужчины, смотрите, иногда женщина ведёт себя таким образом. То есть она уже знает правильный ответ. Да. Вот она знает правильный ответ. И она задаёт вопрос, как будто бы она его не знает вам. И не дай Бог вам ответить не так, как она знает ответ правильно. Это будет жесть просто. Да, хорошо. Делайте так, как вы решили. Спасибо. Просто до этого я занималась недвижимостью, мне это очень нравится. Ну, на данный момент не могу найти такую организацию, где бы я пригодилась, и мне бы было приятно работать. Ну, вот. И ещё вопрос по поводу переезда у меня в тёплые страны. У нас в Россию, в Ванапу. То есть я хочу совместить проживание в Сибири. А вы жили в Ванапе как раз? Нет, я туда только приезжала в сентябре месяце, когда проходил фестиваль «Благость» как раз. Вы даже не представляете, насколько там тяжёлый климат. Вот у нас на фестивале «Благость». У кого запор, там у кого головные боли, у кого мигрени, мы там просто как эти кашпаренные бегаем сутками. Людям приводим в норму здоровье. Там очень тяжёлый климат в Анапе. Вы имеете в виду жара? Нет, я говорю климат, тяжёлый климат. Жара – это там полгода, а потом там ветра и влажный очень климат тяжёлый. То есть Анапе – это не самое лучшее место для жизни. Может, вам найти получше, помягче климат, если вы на юг хотите, там есть более мягкий климат. Я предлагала, ну, после поездки я решила, что перейдеть мы туда не будем, скорее всего, но будем заниматься чем-то там, примерно полгода проживать здесь, в Сибири, оставаясь. То есть летом туда? Да. А зимой сюда, да? Ну да, нелогично, конечно, но дети у меня в школе, поэтому открывать их отсюда не хочется. Уровень образования меня там не устроил, в учебных заведениях, поэтому как-то так. Скучно, короче, вам жить, да? Нет. Да, что-то хочется, то ли на юг, то ли ещё куда-то. Нет, может, я неправильно расскажу. Скучно, девочки. Да? Мои хорошие, если вы задаёте мне вопрос при всех, задавайте связанные с темой лекции или как-то вот на судьбе, потому что использовать доктора Торсунова как справочный автомат, монетку бросаем, и, го-го, а теперь туда, в Анапу или в Иркутск. Олег Геннадьевич, ну-ка, давай правильный ответ. И, го-го, давай правильный ответ. Я спрашивала правильный ответ. А что тогда вы спрашиваете? Ну, будет ли полезно это моей семье? Помолитесь Богу и узнаете, будет это вам полезно или нет. Вам и так жить здесь неплохо сейчас. В чём ваши проблемы? Ну, я услышала стихи большого. Если у вас есть проблемы, вы обращаетесь к ней старшему. А если проблемы нет, тогда вы просто молитесь и узнаёте, как вам лучше жить. Не используйте старших ради глупых вопросов. Это очень опасно для вашей судьбы. Потому что я здесь представляю Бога для вас. Спасибо.